Вот он, старый добрый дневник, а это его прогрессивный брат. Александр, программист 16-й школы, на большом экране показывает электронный дневник. Это всего лишь демонстрационный вариант, ведь чтобы зайти и посмотреть дневник любого ученика, понадобится личный логин и пароль. А это уже информация конфиденциальная. Классные руководители на собраниях должны вручить родителям секретные логины и пароли и рассказать о том, как отслеживать успеваемость. С самими наставниками тоже были проведены специальные обучающие семинары. Ведь для того, чтобы обучать детей, учителя и сами должны постоянно учиться. От учителей требуется примерно 5-8 минут для проставления оценок. Мы провели курсы обучения учителей работы с электронными дневниками. Ну и это никак не отягощает их, никак не занимает их время на уроке. Проблема в том, что многие родители не обучены работать в сети интернет. Конечно, мы проводим курсы тоже, занимаемся этим. Например, если когда мы систему запускали, у нас охват был около 20% посещаемости, то сейчас у нас охват составляет 40-50% посещаемости наших электронных дневников. Средняя школа номер 16 – это целый клубок проводов, связывающих между собой около 150 компьютеров. Сеть объединяет и дает возможность делиться информацией. Но все-таки решают все именно кадры. Чтобы система начала работать, недостаточно только современного здания и кучи компьютеров. Прежде всего нужен специалист, который вдохнет жизнь в бездушную технику. В первую очередь все решают кадры. Если кадровый состав позволяет решить проблему, то значит проблема будет решена. Техническая база – это уже второстепенно, потому что реализацию, например, дневников можно провести и с помощью мобильных телефонов и других средств коммуникации, которые сейчас есть у каждого человека. А начиналось все с сайта школы. Затем был заключен договор с открытым акционерным обществом «Гарант», на чьих мощностях были запущены электронный журнал и дневник. Сегодня, пройдя по ссылке 16-й школы, попадаешь на целый информационный портал. Это огромная площадка для коммуникации. Здесь есть виртуальный музей, электронные версии учебников для скачивания, сайт пограничного класса, новости школы, документация, расписание занятий и кружков и еще огромное количество информации, которая доступна всем и в любое время суток. В ближайшее время будет запущен проект по профориентации, который позволит не только получить сведения об учебных заведениях, но и определить склонность к профессии и получить консультации напрямую от школьных психологов. Одним словом, лиха беда начала. Если вернуться к дневникам, то можно предположить, что отговорка «забыл дневник» станет совсем неактуальной. Зато реальным оправданием может стать фраза «не было интернета». И хотя пока родители ставят свою подпись в бумажных дневниках, не за горами время, когда они будут оставлять электронную подпись.